Лучший рентгенолог страны работает в Самаре. Высокую оценку заведующий отделением областной больницы Середавина Алексей Юдин получил от президиума 101-го конгресса по лучевой диагностике. За почетное звание помимо нашего земляка боролись еще два кандидата из Челябинска и Краснодара, но остались позади. О потомственном враче, который получил признание на всероссийском уровне, наш репортаж. Алексей Юдин демонстрирует призму из хрусталя, куда впаяна рентгеновская трубка. Алексей Евгеньевич часто говорит своим коллегам, что без аппаратуры их профессии не существует. Сувенирную трубку доктору вручили в Москве на конгрессе по лучевой диагностике, как знак высокого профессионализма и верности медицинскому долгу. Сам Юдин считает, что почетному званию обязан своей родословной, где начиная с деда все посвятили себя рентгенологии. За 30 лет работы медик был свидетелем качественного роста Самарской рентгеновской службы. В течение пяти лет объем знаний в лучевой диагностике удваивается. То есть, вот на примере, можно сказать, магнитно-резонансных томографов. Те аппараты, которые были там 25 лет назад, их разрешающие способности сегодняшние, мы сейчас видим то, чего раньше не диагностировали вообще. Возглавляемая Алексеем Юдиным рентгеновское отделение больницы Середавина в год проводит более 120 тысяч рентгеновских исследований, около 45 тысяч сеансов компьютерной томографии и 20 тысяч обследований МРТ. От прихода в медицину цифровых технологий выиграли и медики, и пациенты. И прежде всего, потому что неизмеримо выросло качество изображения, рассказывает доктор Юдин. МРТ, заведующий отделением, предпочитает не сидеть у себя в кабинете, справедливо считая, что место врача рядом с пациентами. Это человек, который успевает везде. Я иногда очень удивляюсь, как он вообще умудряется успеть и в отделении, и быть главным специалистом, и организовывать семинары, и ездить на конгрессы. Он везде. И в Минздраве, и здесь. Он везде. Он заведующий. Сейчас укомплектованность медучреждений региона врачами-рентгенологами составляет более 51%. Эта цифра вполне соотносится с данными в целом по стране. Одна из причин такой статистики – отток специалистов в частные клиники. Но, уверен доктор Юдин, явление это временное. Тем более, что КПД работы его коллег создает большой запас прочности на будущее. Мария Шпакова, Владислав Жирнов, Алексей Гриднев. Новости губерния.